Глава четвертая Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. И так приходит он в город Самарийской, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. И Иисус говорит ей, дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина Самарянская говорит ему, Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, Самарянки? Ибо иудеи с Самарянами не сообщаются. И Иисус сказал ей в ответ, Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, То ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, Который дал нам этот колодезь, И сам из него пил и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, Тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, Сделается в нем источником воды, Текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, Господин, дай мне этой воды, Чтобы мне не иметь жажды И не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей, Пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, У меня нет мужа. Иисус говорит ей, Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было пять мужей, И тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, А вы говорите, что место, где должно поклоняться, Находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, Поверь мне, Что наступает время, Когда и не на горе сей, И не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, А мы знаем, чему кланяемся, Ибо спасение от иудеев. Но настанет время, И настало уже, Когда истинные поклонники Будут поклоняться Отцу В духе и истине, Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, И поклоняющиеся Ему Должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему, Знаю, что придет Мессия, То есть Христос. Когда Он придет, То возвестит нам все. Иисус говорит ей, Это Я, который говорю с тобой. В это время пришли ученики Его И удивились, Что Он разговаривал с женщиной, Однако ж ни один не сказал, Чего ты требуешь Или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой И пошла в город, И говорит людям, Пойдите, Посмотрите человека, Который сказал мне Все, что я сделала. Не Он ли Христос? Они вышли из города И пошли к нему. Между тем ученики просили Его, Говоря, Рави, ешь. Но Он сказал им, У Меня есть пища, Которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собою, Разве кто принес Ему есть? И Иисус говорит им, Моя пища есть творить волю пославшего Меня И совершить дело Его. Не говорите ли вы, Что еще четыре месяца и наступит жатва? А Я говорю вам, Возведите очи ваши И посмотрите на Нивы, Как они побелели И поспели к жатве. Жнущий получает награду И собирает плод в жизнь вечную, Так что и сеющий, и жнущий Вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение Один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, Над чем вы не трудились, Другие трудились, А вы вошли в труд их. И многие самаряне из города того Уверовали в Него по слову женщины, Свидетельствовавшей, Что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, То просили Его побыть у них, И Он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали По Его слову, А женщине той говорили, Уже не по твоим речам веруем, Ибо сами слышали и узнали, Что Он истинно спаситель мира, Христос. По прошествии же двух дней Он вышел оттуда И пошел в Галилею, Ибо Сам Иисус Свидетельствовал, Что пророк не имеет чести В Своем Отечестве. Когда пришел Он в Галилею, То Галилеи не приняли Его, Видев все, что Он сделал В Иерусалиме в праздник, Ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел В Канну Галилейскую, Где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, У которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел Из Иудеи в Галилею, Пришел к Нему и просил Его Прийти и исцелить сына Его, Который был при смерти. И Иисус сказал ему, Вы не уверуете, Если не увидите знамени и чудес. Царедворец говорит ему, Господи, Приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему, Пойди, Сын твой здоров. Он поверил слову, Которое сказал ему Иисус, И пошел. На дороге встретили Его, Слуги Его, И сказали, Сын твой здоров. Он спросил у них, В котором часу стало ему легче? Ему сказали, Вчера в седьмом часу Горячка оставил им. Из этого отец узнал, Что это был тот час, В который Иисус сказал ему, Сын твой здоров. И уверовал сам, И весь дом Его. Это второе чудо сотворил Иисус, Возвратившись из Иудеи в Галилею. Глава пятая. После сего Был праздник иудейский, И пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме У овечьих ворот Купальня, Называемая по-еврейски Вифезда, При которой было пять крытых ходов. В них лежало Великое множество больных, Слепых, хромых, Иссохших, Ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень По временам сходил в купальню И возмущал воду. И кто первый Входил в нее По возмущении воды, Тот выздоравливал, Какой бы ни был Одержим болезнью. Тут был человек, Находившийся в болезни Тридцать восемь лет. И Иисус, Увидев его лежащего, И узнав, Что он лежит Уже долгое время, Говорит ему, Хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, Так, Господи, Но не имею человека, Который опустил бы меня В купальню, Когда возмутится вода. Когда же я прихожу, Другой уже сходит Прежде меня. И Иисус говорит ему, Встань, Возьми постель твою И ходи. И он тотчас выздоровел И взял постель свою И пошел. Было же это В день субботний. Посему Иудеи говорили Исцеленному, Сегодня суббота, Не должно тебе Брать постели. Он отвечал им, Кто меня исцелил, Тот мне сказал, Возьми постель твою И ходи. Его спросили, Кто тот человек, Который сказал тебе, Возьми постель твою И ходи? Исцеленный же не знал, Кто он, Ибо Иисус Скрылся в народе, Бывшем на том месте. Потом Иисус Встретил его в храме И сказал ему, Вот ты выздоровел, Не греши больше, Чтобы не случилось с тобою Чего хуже. Человек сей пошел И объявил иудеям, Что исцеливший его Есть Иисус. И стали иудеи Гнать Иисуса, И искали убить его, За то, что он делал Такие дела в субботу. Иисус же говорил им, Отец мой до ныне делает, И я делаю. И еще более искали Убить его иудеи За то, что он не только Нарушал субботу, Но и отцом своим Называл Бога, Делая себя равным Богу. На это Иисус сказал, Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от себя, Если не увидит Отца Творящего, Ибо что творит Он, То и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына И показывает Ему все, Что творит Сам, И покажет Ему дела больше сих, Так что вы удивитесь. Ибо как Отец Воскрешает мертвых И оживляет, Так и Сын оживляет, Кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, Но весь суд Отдал Сыну, Дабы все чтили Сына, Как чтут Отца. Кто не чтит Сына, Тот не чтит и Отца, Пославшего Его. Истинно, Истинно говорю вам, Слушающий Слово Мое И верующий в пославшего Меня Имеет жизнь вечную И на суд не приходит, Но перешел От смерти в жизнь. Истинно, Истинно говорю вам, Наступает время, И настало уже, Когда мертвые Услышат глаз Сына Божия И услышав, Поживут. Ибо как Отец Имеет жизнь в самом Себе, Так и Сыну дал иметь жизнь В самом Себе. И дал Ему власть Производить и суд, Потому что Он Есть Сын Человеческий. Не дивитесь всему, Ибо наступает время, В которое все, Находящиеся в гробах, Услышат глаз Сына Божия И изыдут, Творившие добро В воскресении жизни, А делавшие зло В воскресении осуждения. Я ничего не могу творить Сам от Себя, Как слышу, Так и сужу. И суд Мой праведен, Ибо не ищу Моей воли, Но воли пославшего Меня Отца. Если Я свидетельствую Сам о Себе, То свидетельство Мое Не есть истинное, Есть Другое, Свидетельствующий о Мне. И Я знаю, Что истинно То свидетельство, Которым Он Свидетельствует о Мне. Вы посылали к Иоанну, И Он засвидетельствовал Об истине. Впрочем, Я не от человека Принимаю свидетельство, Но говорю это для того, Чтобы вы спаслись. Он был светильник, Горящий и светящий, А вы хотели Малое время Порадоваться при свете Его. Я же имею Свидетельство Больше Иоаннова, Ибо дела, Которые Отец Сдал Мне совершить Самые дела Сии Мною творимые, Свидетельствуют о Мне, Что Отец Пославленный. И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал О Мне. А вы Ни глаза Его Никогда не слышали, Ни лица Его Не видели, И не имеете Слова Его, Пребывающего в вас, Потому что вы Не веруете тому, Которого Он послал. Исследуйте Писание, Ибо вы думаете Через них Иметь жизнь вечную, А они Свидетельствуют О Мне. Но вы Не хотите Прийти ко Мне, Чтобы иметь жизнь. Не принимаю Славы От человеков, Но знаю вас, Вы не имеете В себе Любви к Богу. Я пришел Во имя Отца Моего, И не принимаете А если Иной Придет Во имя Свое, Его Придет. Как вы Можете Веровать, Когда друг от друга Принимаете Славу, А славы, Которые От единого Бога, Не ищите. Не думайте, Что я буду Обвинять вас Предотцом. Есть на вас Обвинитель Моисей, Которого вы Убываете. Ибо Если бы Вы верили Моисею, То поверили Бы И мне, Потому что Он писал О мне. Если же Его Писанием Не верите, Как поверите Моим словам? Приветствую вас, Уважаемые Слушатели. У микрофона Виталий Алиник, Руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 298-й день Программы Библия На каждый день, Во время Который Мы ставим Цель Прочитать Священное Писание За один год. Отрывок Для чтения На сегодня Евангелие От Иоанна, Главы Четвертая И пятая. Вы можете Прослушать Эти главы И комментарии К ним На веб-сайте Центра Духовного Просвещения По адресу www.russiancenters.com Тема наших бесед В этом цикле Благая Весть В Библии. В Евангелии От Иоанна Очень часто Встречается Слово Иудей. Иудейский. Этот термин На протяжении Истории Христианства Воспринимался И трактовался По-разному. И сегодня Также Его продолжают Понимать Неоднозначно. Наша цель Сегодня Изучить Значение Использования Термина Иудей В Евангелии От Иоанна Вначале Некоторая информация Общего плана. В оригинале Слово Иудей Это Иудайос. Статистика Использования Этого слова Разными Евангелистами Выглядит Поистине Удивительно. Евангелист Матфей Использует Слово Иудайос Пять раз. Марк Семь. Лука Пять. А в Евангелии От Иоанна, Которое Мы исследуем Сейчас, Это слово Используется Целых Семьдесят Раз. И потому, Если неправильно Понять слово Иудайос В Евангелии От Иоанна, Можно сделать Семьдесят Ошибок При чтении. При исследовании Этого слова В Евангелии От Иоанна Мы находим Амбивалентные Утверждения Касательно Иудеев. С одной стороны Есть целый ряд Отрывков, Которые говорят Об Иудеях Очень негативно. Посмотрим На ряд примеров. Евангелия От Иоанна, Пятая глава, Шестнадцатый стих. И стали Иудеи Гнать Иисуса И искали Убить Его за то, Что Он Делал Такие дела В субботу. Далее Восемнадцатый стих Этой же главы Говорит Еще более И искали Убить Его Иудеи За то, Что Он Не только Нарушал Субботу, Но и Отцом Своим Называл Бога, Делая Себя Равным Богу. В седьмой Главе Евангелия От Иоанна Первый стих Говорит После Сего Иисус Ходил По Галилее, Ибо По Иудеи Не Хотел Ходить, Потому Что Иудеи Искали Убить Его. Следующий ряд Стихов Показывает, Что Иудеи Напускали Страх, Чтобы Никто Не Верил В Иисуса. Евангелие От Иоанна Седьмая Глава Тринадцатый Стих Говорит Впрочем Никто Не Говорил О нем Явно Боясь Иудеев. В девятнадцатой Главе Тридцать Восьмой Стих После Сего Иосиф Из Оремофеи Ученик Иисуса, Но Тайный Из Страха От Иудеев Просил Пилата, Чтобы Снять Тело Иисуса И Пилат Позволил. Он Пошел И снял Тело Иисуса. И Двадцатая Глава Стих Девятнадцатый В тот же первый День Недели Вечером, Когда Двери Дома, Где Собирались Ученики Его Были Заперты Из Опасения От Иудеев Пришел Иисус И стал Посреди И говорит Им Мир Вам. Следующий Ряд Стихов Показывает Как Иудеи Делают Высказывание Против Иисуса Христа. Восьмая Глава Ивангелия Теана Стих Двадцать Второй Тут Иудеи Говорили Неужели Он Убьет Сам Себя Что Говорит Куда Я Иду Вы Не Можете Прийти Сорок Восьмой Стих На Это Иудеи Отвечали И Сказали Ему Не Правду Ли Мы Говорим Что Ты Самарянин И Что Бес В Тебе Пятьдесят Второй Иудеи Сказали Ему Теперь Узнали Мы Что Бес В Тебе Авраам Умер И Пророки А Ты Говоришь Кто Соблюдет Слово Мое Тот Не Авраама Иоанн Описывает Как В Нескольких Случаях Иудеи Пытались Побить Иисуса Камнями Восьмая Глава Евангелия От Иоанна Пятьдесят Девятый Стих Тогда Взяли Каменья Чтобы Бросить На Него Но Иисус Скрылся И Вышел Из Храма Прошед Посреди Них И Пошел Далее В Десятой Главе Тридцать Первый Стих Рассказывает Тут Опять Иудеи Схватили Каменья Чтобы Побить Его А в Одиннадцатой Главе Восьмой Стих Ученики Сказали Муравьи Давно Ли Иудеи Искали Побить Тебя Камнями И Ты Опять Идешь Туда Иудеи Утверждали Что По Закону Иисус Должен Умереть Иван Глит Иоанна Девятнадцатая Глава Седьмой Стих Иудеи Сказали Ему Мы Имеем Закон И По Закону Нашему Он Должен Умереть Потому Что Сделал Себя Сыном Божиим Продолжая Оказывать Давление На Пилата В Двенадцатом Стихе Этой Главы Они Говорят С того Времени Пилат Искал Отпустить Его Иудеи Кричали Если Отпустишь Его Ты Не Друг Кесарю Всякий Делающий Себя Царем Противник Кесарю Эти И многие Иные Отрывки В Евангелии Теана Создают Впечатление Что Иудеи Это Кровные Враги Иисуса Христа С другой Стороны В этом же самом Евангелии Есть Отрывки Совершенно Противоположные По своему Характеру Например Евангелие Теана 4 глава Стихи С 19 По 22 Женщина Говорит Ему Господи Вижу Что Ты Где Должна Поклоняться Находится В Иерусалиме Иисус Говорит Ей Поверь Мне Что Наступает Время Когда И не на горе Сей И не в Иерусалиме Будут поклоняться Отцу Вы не знаете Чему кланяетесь А мы знаем Чему кланяемся Ибо Спасение От Иудеев А в послании К римлянам В третьей главе В первых двух стихах Об этом сказано Так Итак Какое преимущество Быть иудеем Или какая Польза От обрезания Великое преимущество Во всех отношениях А наипаче В том Что им Верено Слово Божие Итак С одной стороны Иудеи Это противники Спасителя С другой стороны От иудеев Спасение Этот короткий Предварительный Анализ Показывает Что слово Иудеи Используется В священном писании В разных Значениях Для решения Этого вопроса Я предлагаю Вначале Ответить На следующий Кем были люди Принимавшие Иисуса Христа Мессией Начнем С самоочевидного Но все-таки Часто Пренебрегаемого Факта О том Что сам Иисус Христос По своей Генеалогической Линии Иудей Как говорит Четвертая глава Евангелия Теана Стихи 9 25 26 Женщина Самарянская Говорит ему Как ты Будучи Иудеей Просишь Пить у меня Самарянки Ибо Иудеи Самарянами Не сообщаются Женщина Говорит ему Знаю Что Придет Мессия То есть Христос Когда он Придет То возвестит Нам все Иисус Говорит ей Это я Который Говорю С тобою Сам Иисус Христос По своему Человеческому Происхождению Является Иудеем Как написано В послании Кремлинам В 9 Главе В стихах 4 и 5 Которым Принадлежат Усыновления И слава И заветы И законоположения И богослужения И обетования Их и отцы И от них Христос По плоти Сущий Над всем Бог Благословенный Во веки Аминь Христос По плоти Происходит От иудеев Во-вторых Все апостолы Иисуса Христа Тоже были Иудеями В-третьих Священное Писание Рассказывает Что многие Из иудейских Начальников Уверовали В Иисуса Христа Евангелие Теана 3 глава 1 2 стиха Между фарисеями Был некто Именем Никодим Один из Начальников Иудейских Он пришел К Иисусу Ночью И сказал ему Рави Мы знаем Что ты Учитель Пришедший От Бога Ибо таких Чудес Какие Ты творишь Никто Не может Творить Если Не будет С ним Бог Обратите Внимание На то Что Никодим Выражает Не только Свое Мнение Он говорит Мы знаем А он Есть представитель Группы Начальников Иудейских В 12 Главе Евангелия Теана 42 стих Впрочем И из Начальников Многие Уверовали В него А в книге Деяния апостолов 6 глава 7 стих И слово Божье Росло И число Учеников Весьма Умножалось В Иерусалиме И из Священников Очень Многие Покорились Вере И Наконец Своего Мессию Принял Иудейский Народ Евангелия Теана 11 глава 45 стих Тогда Многие Из Иудеев Пришедших К Марии И видевших Что сотворил Иисус Уверовали В него А кем В этническом Отношении Были Тысячи Людей Уверовавших В ответ На проповедь Апостолов Прочитаем Во второй Главе Деяния Апостолов Стихи 5 И из 37 По 41 В Иерусалиме же находились Иудеи Люди Набожные Из Всякого народа Под небом Услышав Это Они Умилились Сердцем И сказали Петру И прочим Апостолам Что нам Делать Мужи Братья Петр Сказал Им Покайтесь И докрестится Каждый Из вас Во имя Иисуса Христа Для прощения Грехов И получите Дар Святого Духа Итак Охотно Принявшие Слово Его Крестились И присоединилась В тот день Душ Около Трех Тысяч Три Тысячи Человек Крестившиеся В день Пятидесятницы Были Иудеями Четвертая Глава Книги День Апостолов Первые Четыре Стиха Говорят Когда Они Говорили К народу К ним Приступили Священники И начальники Стражи При храме И Саддукии Многие Слушавших Слово Уверовали И было Число Таковых Людей Около Пяти Тысяч А вот Что об этом Сказано В двадцать Первой Главе Книги День Апостолов Стихи Девятнадцатый Двадцатый Приветствовав Их Павел Рассказывал Подробно Что сотворил Бог у язычников Служением Его Они же Выслушав Прославили Бога И сказали Ему Видишь Брат Сколько Тысяч Уверовавших Иудеев И все Они Ревнители Закона Фраза Сколько Тысяч В современном Переводе Российского Библейского Общества Передается Так Выслушав Его Они Воздали Славу Богу А потом Сказали Ты Видишь Брат Среди Евреев Несметное Число Уверовавших И все Они Ревнители Закона Фраза Несметное Число Является Переводом Греческого Мириадос Что Дословно Значает Группа Десяти Тысяч Мириады Несчетные Тысячи И Слово Это Используется Во множественном Числе Итак Сегодня Изучая Термин Иудеи В Священном Писании В первую очередь В Евангелии от Иоанна Мы находим Следующее Очень многие Иудеи Исчисла Народа Исчисла Руководства Народа Приняли Иисуса Мессией Если утверждать Что Иудеи Не приняли Иисуса Христа То тогда Следует задать Следующий вопрос А кто Его принял Если Не Иудеи То кто Первые Христиане Были Иудеями И для них Даже странно Было Мыслить о том Что христианами Могут быть Язычники В книге Деяний апостолов Одиннадцатая глава Первые два стиха Говорят Услышали апостолы И братья Бывшие в Иудее Что и язычники Приняли слово Божье И когда Петр Пришел в Иерусалим Обрезанные Упрекали его И только После разъяснений Петра Как говорит Восемнадцатый стих Выслушав это Они Успокоились И прославили Бога Говоря Видно И язычникам Дал Бог Покаяние В жизни Благая ресть Сегодня заключается В том Что народ Божий Принял Своего Мессию Своего Мессию Продолжение следует...